Приветствую, с вами 108. Болею, но все-таки пилю для вас контент. Приехало очень много новинок, поэтому нужно постараться все это дело сделать до Нового года, потому что с Нового года планирую взять еще больше интересного железа, чтобы вас заинтересовать. Надеюсь, что это заслуживает лайка и подписки, если вы еще не подписались. Также для новичков скажу, чем же отличаются мои обзоры от других. Мы не только смотрим то, что нам оказалось произойти на сайте, на коробке, мы стараемся замерять мощность усилителей, параметры ТС динамиков, их результат, ну и, конечно же, высказываем свое мнение. И благодаря этой информации вы можете уже решить, стоит ли покупать вам данную продукцию. Можно сказать, совсем недавно, только вот-вот снимали на пиранию обзор, как уже появилось пирание V2. Еще более красивый он стал, очень такой интересный. И я надеюсь, что исправили косяки, которые были в первой версии. Там часть партии получилась не особо хорошая. Но подводящие очень быстро помирали. Но это все без проблем, DL делаем, потому что не забываем то, что здесь есть 2 года гарантии и подменный фонд. То есть за 2 года с продукцией может случиться очень многое. И благодаря этому можно легко динамик, усилитель, все что угодно отправить и отреставрировать. Ну и также, если вдруг кто-то вам испортил, помял, уничтожил, катком проехался, отправляем в подменный фонд и получаем новое. Так, цена на данный момент 2290 рублей. Идеальное сочетание высокого уровня громкости и панча под доступной цене за счет применения эффективных технических решений. Преимущество – усиленные подводящие провода с удобными зажимными терминалами. Идеальный баланс громкости – панч-стиль. Но по поводу стиля многие до сих пор не покупают DL Audio, потому что они достаточно разноцветные все. Полезащитный колпачок изготовлен из майлара для увеличения отдачи в ВЧ-диапазоне. Сбалансированный АЧХ за счет применения кольца ФРД и фирменоподвеса со специализированной пропиткой. Первая версия динамиков мне очень понравилась, потому что даже в размере 16 см он мог показать достаточно хороший звук, и при этом достаточно мог низко играть от магнитолы и от небольших усилителей. Допустим, 2 по 80, то этот динамик мог играть от 40 Гц четвертым порядком, что позволяет нам слушать всякие рок и прочее. Это не просто какая-то аморалка, как многие динамики. Ну и при этом доступна цена и прижимные терминалы, что очень хорошо, потому что прижимные терминалы в деле практически на всех динамиках есть, кроме самых маленьких, потому что попросту прижимные некуда поставить. Классическая коробка D-Audio, QR-код на скидку 7%, короткие характеристики, полные характеристики. Размер динамика, импеданс 4 Ома, мощность на 60 Ватт РМС, чувствительность 92, частотный диапазон 75 до 14 кГц, достаточно хороший диапазон, суковая катушка 1 дюйм, резонанс на частотах 70, добро ТС 0,75 и эквивалентный объем 12 литров. То есть, в принципе, у нас динамика рассчитана на игру по двери, т.е. на замену штатной системы, но нужно будет его чем-нибудь подрезать хотя бы. Два года гарантии, сервисная служба, бесплатная консультация, социальные сети и хэштег. Разработано в России. Мне нравится, что в новых коробочках, вот здесь еще замочки добавили, то есть коробка просто так не открывается. Динамики у нас с предыдущей встречи стали еще более такими яркими, классными. Динамиками попозже у нас в комплектации. Идет такая вот брошюра, она же гарантийный талон. Также у нас в комплекте наклейка, шильдик, ароматизатор. Что же поменялось в второй версии? Дизфузор и держатель. Шайба вот, не знаю, по-моему, такая же осталась. Режимные терминальчики все классненько. Вот подводящие должны были справиться, потому что они должны быть теперь гораздо надежнее. Потому что динамики в первой версии мне очень понравились. Конечно, там тоже с нюансами, но очень было прикольно над ними издеваться. Двухволновой подвес, диффузор достаточно такой мягенький. Видно то, что очень хорошо гнется. Очень звонкий колпак. Пальцем в него тыкать не надо. Он легко может проломиться и вы попросту его попортите. Корзина у нас с такими ребрами жесткости. Очень надежно сделана. Почему на всех динамиках так вот нельзя сделать? Это большой вопрос такой, потому что одной рукой очень удобно взяли динамик и втрекаете. Провода, опа, все зажато. Единственный нюанс. Вот вы видите, вот так вот. Плюс, минус, генет. Нет? И я не вижу. А оно там есть, поближе поднести. Вот оно. Ну, может, и было хотя бы красочкой ляпнуть сюда, либо хотя бы термосадочкой сюда надеть разных цветов. Охлаждение. Керни у нас с вами есть. Магнит достаточно такой, но не маленький. Просто посмотрите серийный номер, сколько уже десятков тысяч этих динамиков было выпущено. Причем вторая версия уже. Магнитопровод достаточно большой, при этом это самые бюджетные динамики уделяю на данный момент. Очень интересно. Также не забываем то, что если мы их поставим в штатку, мы с вами можем получить вторую пару бесплатно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что ж, время подвести итоги по динамикам. Динамики у нас поменялись, здесь стали более красивыми, более вынослими. Исправили вот этот косяк у них с подводящими. По поводу параметров и телесмолы для бусти показываю. Для остальных, чтобы увидеть полные параметры, также рекомендую по карабану не забываем переходить на бусти. Там вы можете не только поддержать канал, но и получить гораздо больше информации. По моему мнению, динамики достаточно хороши. Есть у вас более-менее процессор на головном устройстве, либо хотя бы есть усилитель. И вы можете хоть как-то подрезать динамики понизу, то, в принципе, они достаточно хорошо могут отыгрывать очень большое количество жанров музыки. Это при грамотной настройке, естественно. То есть лучше ставить ее с процессором, главным устройством. И это позволит вам сделать достаточно хороший звук за минимальное вложение денег. При этом не забываем то, что два года гарантии и подменный фон. Также за установку динамика в штатные места вы можете получить вторую пару совершенно бесплатно. То есть получить комплект полный за цену одной пары. Также в деле очень много акций. По поводу них у нас есть отдельное видео на канале. Динамики я старался размять достаточно долго. Оно того стоило. Динамики даже на 40 Гц достаточно очень долго жили, пока разминались. Да, грелись, но ни запаха, ничего не было. То есть они спокойно выдержали такую нагрузку. Разминали мы их от усилителя Anaconda 4 по 90. Хотя его вполне хватило во фриере, чтобы их размять. Не будем забывать, что динамик достаточно в бюджетном сегменте. У нас очень сложно подобрать динамики, которые могут ему конкурировать как-либо. Но за эти деньги я бы поставил их, конечно же, с хорошеньким сабом, либо мидбасом, чтобы он хоть как-то снизу подпирал. Ну и, конечно же, хороший VH. А так, в принципе, динамик мне понравился. Так что, так же, как я говорил про первую версию, покупать стоит. Теперь у нас косяков никаких не обнаружено. Поэтому можно брать. Не забываем подписаться на канал, ставить лайки, подписываться на Boosty. Также в описании очень много интересных ссылочек. Обязательно все смотрим. Не забываем писать комментарии. Это очень помогает развитию канала. Также на канале очень много плейлистов. Все разбито по темам, чтобы вам было удобнее ориентироваться. На своем был Слава Слава. Всем удачи. Пока. Слава Слава Слава.